Приветище! Это Зельда Слёзы Королевства, прям вот настоящие слёзы, небо плачет, там летает Рита, а здесь у нас спорят два ума. Эй, Робби, пойдём спросим, что они спорят. Добрый вечер, замечательный вечер, согласись? Да как бы не очень, с меня смотри, как вон вода стекает. Ау, Робби, ты вообще меня слушаешь? Ой, извини. Так, о чём ты там говорила? А, говорила о том, что хочу поскорее начать исследование каверн. А если ты не будешь меня слушать, то я прямо сейчас найду ближайший пролом и запрыгну туда сама. Это совсем никуда не годится, даже не думай об этом. Каверны – неизвиданное пространство, находящееся на дне проломов. Они ещё не изучены вообще. Мне само сильно интересно, что там скрывается. Не терпится начать исследование. Но в то же время я понимаю, насколько там опасно. Я не позволю нашему молодому дарованию отправиться в такое опасное место. Если с любимой ученицей Пуры что-то случится, она мне этого не простит. Никогда. Но мы сможем узнать больше о кавернах, изучив фигуру. А что за фигура? Ой, мечник, тебе интересно, да? Джоша, главное по исследованию каверн. Расскажу тебе о чём это мы. Это было среди вещей, которые члены исследовательской группы принесли из каверн. Что там? О, так мы такое видели из Зельды в самом начале нашего пути. Мы обсуждаем фигуру, изображённую на этом осколке. Видишь, она стоит на двух ногах, а одна рука поднята. Выглядит как статуя, что думаешь? Если это действительно так, это может говорить о том, что в кавернах когда-то кто-то жил. Вот почему я хотела отправиться туда, посмотреть, есть ли в кавернах что-то похожее на этот барельеф. Я хотела сама там всё исследовать. Но Робби за меня переживает и не хочет, чтобы я одна спускалась в пролом. Джоша! Ох, ладно. Я сам займусь исследованием этой фигуры. Но Линк тоже идёт со мной. Ты можешь использовать параншет, чтобы найти что-то, что похоже на фигуру. А потом сделать снимок с помощью фотоаппарата, в нём и показать Джоши. Как тебе мой идеальный план? Фотоаппарат? У меня будет фотик? Ты чё, ещё не слышал о фотоаппарате? Это базовая функция параншета. Фотоаппарат позволяет запечатлеть на картинке всё, что ты хочешь. Ну и, ну, а я думал, что ты быстро освоишь параншет. Ничего себе! А я научу тебя и пользоваться, давай-ка. А ты взамен будешь защищать меня от монстров в кавернах. Их полным-полно. Посмотрим. Мы можем спуститься через пролом, который находится к югу от дозорного форта. Я отправлюсь туда первым. Как только закончишь сборы, тоже выдвигайся. Увидимся! Робби, подожди! Ну вот, он ушёл. Да уж, мечник, придётся тебе идти за ним. Иногда Робби так за меня переживает, что принимает решение, совершенно не думая о последствиях. Вот, возьми хотя бы это с собой. Семечко фонариса. А, и вот это вот тоже. Стрела. Пять штук. Проломы очень глубокие, и свет с поверхности туда не проникает, поэтому внизу кромешная тьма. Ура! Наконец-то! У меня есть фотик. Так, где он у меня? А, нет, у меня ещё пока нет фотика. Я... Я слишком обрадовался. Короче, сегодня у нас в планах найти две новых функции для Линга. Это вот фотоаппарат и автосборщик, о котором мне писали в комментариях. И также мне написали, как до этого всего добраться. Вот мы этим сегодня и займёмся. Значит, сперва мы идём искать пролом, который вон там, скорее всего. Вот там вот Робби-то и находится. Бежим туда. Нет, не сюда. Вон туда. Попёрли! Юху! Робби вроде бы как там уже в самом низу... Ого, похоже на огромный кишечник, да? Вон там, где огонёк, там, скорее всего, Робби. Робби, это ты? А, он на воздушном шаре спустился сюда. Наверное. Так, так, так. Робби, я здесь не вижу. Отстань, Юноба! Давай поговорим с этим Чебриком. Ты ведь Линк, правда? Раз знакомству, меня зовут Альха. Я из группы по изучению Зунай. Робби попросил меня привезти тебя к нему, когда ты прибудешь. Но он так торопился, что бежал, не оглядываясь. А у меня закончились семечки фонариса на полпути. И я потерял его из виду. Шикарно. Мне показалось, что он ушёл вон туда, где что-то светится. Он уходил всё дальше и дальше. Направляясь, кажется, на запад. У тебя есть с собой семечки фонариса? Да. Вот и славно. Свет с поверхности сюда не попадает, так что вокруг кромешная темнота. Без источника света передвигаться здесь невозможно. И даже опасно для жизни. Но в пещерах ты без проблем найдёшь семечки фонариса. Они легко зажигаются. Надо лишь ударить по ним. Если собираешься исследовать каверны, возьми с собой побольше. Ну что ж, пойдём искать Робби. Этого недотёпу. Он вроде как костры оставил, поэтому будем следовать по ним. А вот это что за светлячки? Надо бы поймать одного. Так-так-так-так-так-так. Темнячок. Насекомое, обитающее в проломах, имеет несколько пар крыльев. Люминесцентный секрет подходит для зелий. И в их составе позволяет немного светиться в темноте. Ага, будем знать. Что это такое? Ладно, немножечко осветим здесь дорожечку. Нет, стрелы я не буду использовать. Я просто брошу сюда фонарис. Вот так вот. Всё посветлее. Сейчас ещё корень нам тут всё осветит. И откроет область чуть-чуть. Ну что, ребята, чешем дальше своими булками. Здесь вот что-то Робби готовил. Оставил записочку, видимо. Привет. Заметка на столе. Свет сверху сюда не попадает. Ничего не видно. Даже спецочки не помогают. Нужно было семечки фонари с собой взять. Хорошо, что есть эти светящиеся корни. Мне непонятен принцип их действия, но они очень кстати. Если подумать, мы, похоже, находимся как раз под светилищем, которое недавно появилось на поверхности. Я пока пойду к другому светящемуся корню на западе. А ты давай догоняй. Это он специально для меня записки оставил. Ну хорошо. О, погоди, а там кто? Это что, это кони? О, коснявые кони. Интересно, их можно оседлать или нет? Мне, кстати, в комментариях писали, что я мог медведя тогда оседлать в прошлой серии. Я не думал об этом. Это же опасно. Он же может меня сожрать нафиг. Так, еще сейчас поймаем. Ох, сколько я их тут наловил-то. Отлично. А это что такое? Конфуксия. Сильнейший аромат этого дикого цветка способен сбить с толку и затуманить разум. Вдохнувшие его не смогут даже разобрать, где друг, а где враг. Классная штука. Там вот еще записочка, наверное. А нет, а вот. Ты еще жив? Я осмотрелся как следует. Тут все в мязмах. Без фонариса тут пиши пропало. В два счета вляпаешься. Впрочем, я тут впервые пока что цел. Уж ты-то и подавно справишься. Теперь к делу. Благодаря своим очкам я заметил вдали необычные очертания. Может, это та самая фигура, которую ищет Джоша. Я пойду дальше на запад, в сторону еще одного светящегося корня. До скорой встречи. Хорошо. Идем на запад. Вон он, тот корень, видимо, про который говорил Робби. Сейчас будем кидать фонарис, потому что дальше темнота. Может, до коняшек? Подожди, это костер? Нет? Нет, это не костер. Но я вижу, что там что-то лежит. Вот тут вот. Бамба цвета, это шикарно. Короче, что я думаю? Я хочу сходить за коняшками. Коняшки! Я иду за вами. Надеюсь, у меня получится вас оседлать. Давай. Я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я. Я и спокойствие, и спокойствие. Стой, подожди. А все, я как бы оседлал, я на нем катаюсь. Прикольно. Ха, забавно. Его даже как бы усмирять не нужно. Е-е-е-е. Я на мертвом коне. Е-е-е. Ему, кстати, пофиг на миазмы. Или то, что я очень быстро по этим миазмам проезжаю, они мне урон не наносят. Или все-таки то, что я на мертвом коне еду. В общем, пиши в комментарии, что ты думаешь. Почему миазмы меня не атакуют? То, что я на мертвом коне, или то, что я очень быстро по ним перемещаюсь. Значит, теперь до корня будет добраться вообще как нефиг делать. А еще мне интересно, если я с этого коня слезу, он как бы убежит или... Непонятно, короче. Короче, непонятно. Так, сейчас. Сейчас засвечу я себе дорожку. Вот так вот. Вот этих чебриков бы разбомбить. Слушай, она, кстати... Попался один. До второго не попасть. Так, мне нужно копье взять. Чтобы было удобнее их колошмарить. Это копье? Ладно, пойдем. Все-техо-техо-техо-техо-техо. Назад там темнота. Капец, я не вижу. О! У нас любовь с костями! Ну, в смысле, кажется, дружба налаживается. Получил. Опа! И посмотрим, убежит он от меня или нет. Получай. Он куда-то убегает. Куда же ты? Вернись ко мне. Конь. Всё, разобрался с этой мелкотнёй. Вот для чего я их дубасил. Зонар. Очень ценная вещичка. Оу! Нифига себе, как это вышло. Здесь появились скелеты. Очень недружелюбные скелеты. Чёрт. Пошёл вон. Сейчас скелетонами разобрались. Знаешь, чё печально? Я думаю, что я этого коня на поверхность поднять не смогу. Вот что меня огорчает. А так было бы прикольно. Ты представляешь, заезжая я в деревню на зомби-коне. Там все в шоке просто будут. Кстати, а чё я боюсь-то насчёт миазмов? Я же могу просто проскочить через них. И всё. Я сейчас так и сделаю, наверное. Хотя тут можно через них и не скакать. Дорожки миаз. Мне кажется, что за мной кто-то летел. Вон. Давай-ка сейчас разберёмся. Опа! Не успел до меня долететь ты. Кто там такой? Что там в тебе есть? Глаза как куды. Теперь они мои. Корень Яусус. О, Робби. Привет. Сейчас я корень активирую. Наконец-то хоть два сердечка себе освободил. Робби, ну чё ты там меня фотиком научишь? Пользоваться. Всё я это делал. И шёл сюда. В такую жопу ради вот фотика. Вот это да! Этот корень излучает такой приятный свет. Даже кажется, кажется, что мы под этим тёплым светом. У меня появляется ощущение, будто я на поверхности. А ещё, может, у меня воображение разыгралось, но всё же кажется, что его свет успокаивает тело. Ой, ты добрался, наконец-то! Я хочу кое-что показать тебе. Вот, стоит на двух ногах, подняв одну руку над головой. Похоже на фигурку на том осколоке, который нам показал Джоша, правда? Ну да, похоже. Самое время использовать фотоаппарат. Ах да, ты же ещё не пользовался фотоаппаратом, да? Очень странно. Фотоаппарат — это базовая функция планшета. Покажи-ка мне твой пураншет. О, нет! Твой фотоаппарат заблокирован! И Атлас Кайрула тоже! Погоди-ка. Если мне не изменяет память, нужно просто нажать на эту кнопку одновременно с этим выключателем, а потом нажать вот сюда. Е-е-е! Фотоаппарат разблокирован! Шикарно! Готово! Теперь ты можешь использовать и фотоаппарат, и Атлас Кайрула. Давай! Надо сделать фотографию статую Титана. Проверим, хорошо ли работает фотоаппарат. Испытание в полевых условиях, так сказать. Как только сделаешь снимок, возвращайся, чтобы я на него посмотрел. Ну, хорошо. Кстати, знаешь что? Я шорцы частенько по Зельде смотрю, и... Я видел, как некоторые издеваются над этой статуей. Счастья. Если ты не видел, я тебе сейчас покажу это. Как они издеваются. Это, конечно, ужас, что они творят. Они просто берут и пытаются залезть в пятую точку этой статуи. В принципе, я тоже этим займусь. Какой же я ужасный! А, так этих статуй тут две. А он в руках камень держит, да? Ну, короче, нифига себе здесь территория! Да тут целый лес темный. Что ж, попробуем сфотографировать. Нет, не-не-не, опусти меч. Сфоткать. Давненько я этим не занимался. Статуя с поднятой рукой. Фоткаем. Окей. Можешь салфачок замутить. Ну? Ну? Если ты уже сделал снимок статуи Титана с помощью фотоаппарата, немедли поскорее покажи его мне. Да сейчас. Получилась фотография? Да получилось, получилось. Смотри. Прекрасно! У тебя здорово вышло. Уверен, что Джоша будет просто безумное счастье. Здесь столько всего интересного. Эти чудные светящиеся корни статуи из барельефа Джоша сколько открытий. И это при том, что мы еще только начали. Главное сосредоточиться и стараться. Но мне пора возвращаться. Жаль, конечно, но что поделать. Бывай, увидимся в дозорном форте. Не заставляй Джошу долго ждать. Наконец-то я избавился от этого старикана. Фух. Я вообще хотел пойти сфоткаться со своей лошадкой. Заселфиться. Где моя лошадь? Я ее где-то... Вот она. Лошадка! Давай сцелфимся, я потом тебя тоже покажу. Тут тебя прекрасно. Подожди, не убегай от меня. Да елопал. Куда ты пошла? В кусты. В кустах же не видно ничего. Сельфи. Еее. Да куда ты пошла? Лошадь, стой. Ну вот. Какую бы позу принять? В принципе, можно... О, встала лошадь. Можно вот так вот ее голову держать, да? Сейчас встал получше. Надеюсь, получится. Во! Селфи! Крутая фотка. Вообще зачет. Поехали искать здесь что-то в виде кузни. Кажется, я нашел, что искал. Да, рудник лощины Дафнес. Надеюсь, что это тот рудник. И здесь есть кузня. О, подождите-ка минутку. Сколько здесь занара? Надо это все как-то чем-то раздубасить. Проблема только чем. Пришел, короче, биться с чуваками. Хочу на них опробовать конфуций. Отобрать палку, прикрепить камень и идти занар добывать. Где этот конфуций? Во, вот он. Так. На! Помогай мне биться с другими чуваками. Блин, ему столько урона нанес. Вообще капец. Получай. О, так он быстро раздыхает. Надо вон того шлепнуть. Получай. Готов. Стреляй в него водой. Стреляй. В эту свинью. Что, всех победил? Нет, не всех. Ладно, если с тобой тоже разберемся сейчас. В принципе, готов. Дубинку я уже нашел. Вот она, дубинка. Ой, а там это, свинь в меня стреляет. Очень опасно встал. Ну, вроде бы все. Саждешний нечистью разобрался. Сейчас прицепим к пике, который только что нашел. Камень. Не можно дубасть. Сейчас я тут зонара столько наберу. Потом их на кристаллики обменяю. Потом себе батарейки сделаю. У-у-у. Смотри, какая глыба зонара. Жесть. Здесь надо, наверное... А, погоди. С этой глыбы ничего и не сыпется толком. Хотя нет, вон что-то есть. Что-то сыпется. О, гляди, и с той стороны тоже дофига. И новая для тебя есть еще работенка. Блин, я чувствую себя настоящим шахтером. Пришел сюда руду добывать. Ну что, погнали? Ой, хорошо. Как нового маловато ты что-то пробил. Вот и все. Всю глыбу размотали. Ну, а теперь пойдем наверх. И я надеюсь, что это то место, которое мне нужно. Блин. Это вообще... Здесь сундук. Но тут что-то должно быть ценное. Облачение рудокопа. Облачение с прикрепленными к нему светильниками. С биолюминесцентной жидкостью. Говорят, было разработано для работы в темных рудниках. Вау. Ничего себе. Да я теперь как новогодняя елка. Смотри, там цепи и куча шариков на ней. Вот это да. Вот это дизайн. Интересно, как хорошо я теперь свечусь. Давай туда в темноту спрыгнем. Ну, слушай. В принципе, неплохо так освещает. Как то зелье, когда я себе сварил и выпил. Может, даже чуть получше. Оу. Ты посмотри, что это за чудище. Кто это такой? Дегугарма. Вау. Такой себе снимок, но пусть будет. Можно приблизить немножечко? Смотри, какая у него пасть. Жуткий чувак. Вот это да. Что-то меня впалил, что ли? Ой. Селфи-цет. Это не надо с ним. Случайно не ту кнопку. Не-не-не. Не-не-не-не-не-не-не-не-не-не. Да ладно, давай оставим. Все, хватит фоткаться. Что? А, подождите. Я, кажется, понял, как с ним надо бороться. Смотри-ка у него сверху, что? В глаз ему попасть, да, надо? Попаду? Нет. Не, да. Ну... Ух! Он меня засасывает. Черт возьми, он меня засосал, прикинь. Он меня хавает. Надо что-то тоже схавать. Например, вот эту штуку. Выплюнь меня. Хватит жевать. Фу. Противно. Надо в глаз ему дать. Давай же. Что, не попал? Уоу! Нормально так. Надо еще что-нибудь скомячить. Ну, слушай, он вроде бы как дубасится по чуть-чуть. Надо бежать. Без лошади здесь вообще делать нефиг. Ай, на мязгу наступил чутка. Надо, короче, ему сбивать. Вон тебе, видишь, наверху вот эти штуки. Но я по ним попасть не могу, нафига. Блин, опять. Надо вон вас ввести шлепнуть. Бежим, бежим. Фух. Кого-то там сожрали. Послушай, дорог. Ой, юноба. Блин. Юноба, иди сюда. Юнобка. Да стой, куда ты побежал? Ах. Все никак-то не так. О, в глаз попал. Ништяк, красавчик. Полезли. Полезли, полезли дубасить вот это вот все. Надо что-нибудь помощнее взять. Вот топорик пойдет. Один готов. Ну, еще один. Е-е-е. Так, полетели. Хорошо летим. Сейчас в глаз ему попадем, нет? Ну же, давай попадем. Должны попасть. Ладно, полетим. Че-то рот открыл. Ого! Как ты сделал? Давай вставай, Алинк. Ёлы-палы. Блин, попади ты ему в глаз, а? Есть идея. Есть крутая идея. Надо всего лишь залезть на дерево. Он меня, кажется, потерял. Да, лезть-то я буду долго. Че хочу сказать. Ну-ка. Попал. Отлично. Падай, засранец. Ноже, ножи, ножи, ножи. Погнали. Ну, чуть-чуть. Блин. Мальца. Мальца не получилось. Так, а если его шлепнуть чем-то бомбящим? Не попал. Ух, уходим. А, сдох. Да ёлки-палки. Последний шип ему оставался. Ну, ха-ха. Это больно. Получай в глаз. Бежим, 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 бежим. Скорее, 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 скорее. Давай. Кручись, вертись. Готово два. Сломалась. А теперь уходим. Сейчас он меня должен скинуть, по идее. Ага. Где там твоя пасть? В глаз, в глаз, в глаз, в глаз, в глаз. Есть попадание. Летим, 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 летим. Машем. Два сломал. Последний. Чё, всё, я его ушатал, прикинь. Вот эта скорость. Вот это я быстро его ушатал. И чё с ним выпадет? Чё-то с него там очень много ценам выпало. Крупный зонара-кристалл. Обалдеть. Ноготь Дегугармы. Для чаромонтажа такой себе. Клык Дегугармы. Можно дубину сделать из этих клыков. Ну всё, с одним монстром мы справились здешним. Одним гигантским, большим. Пойдём, смотри. А это что такое? О, сколько он тут всего охранял-то. Кладость зонара. Интересно, я своим вот этим мечом смогу раздубасить это всё? Да, дубасится. Отлично. Правда, он сейчас... Чё? А, крутой меч сломался. О, как приятно быть на поверхности. Тут хотя бы дождь не идёт уже. В общем, сейчас я пойду покажу Джошу фотку. Посмотрим, что она скажет. Здравствуй. Я рад снова тебя видеть. Скорее покажи Джошу фотографию этой диковинной статуи Титана. Нагляди. Да-да-да. Это точно то, что изображено на обломке. Спасибо, мечник. Судя по этой фотографии, фигура на осколке изображает какой-то древний народ. Это великое открытие. То есть, древние народы Хайрула действительно жили в кавернах. Вот бы собрать больше доказательств. Мне нужно скорее поподробнее всё изучить. Но сначала я хотела подарить тебе вот это. В благодарность за помощь в исследовании. Это артефакты культуры Заная, которые были найдены раньше при исследовании каверн. Ой, Занар пять штук. Ну, всё равно спасибо. Мне что-то подсказывает, что в них скрыта неизвестная сила. Может, это источники энергии? Надеюсь, они пригодятся в поисках принцессы Зельды. Пожалуйста, пользуйся. Благодаря тебе я узнала, что этот осколок на самом деле ключ к разгадке одной из тайн каверн. Теперь я постараюсь найти ещё больше таких осколков среди предметов из каверн. Робби. Мечник. Спасибо за то, что вы отправились исследовать каверны ради меня. Ага, и всё, да? Ну вот. Как-то, я думал, будет цепочка. Типа, найди ещё что-нибудь там с фоткой. А на этом как бы всё. Тогда я телепортируюсь на Великий остров. Вот сюда. Чтобы увеличить заряд своих батареек. Эй, дружище, просыпайся. Мне надо энергоячейку одну сделать. Погодите минутку. Нифига себе. Он что, в наковальне батарейку делает? Вау. Небольшое приспособление на основе зонара-кристалла повышает максимальное количество энергии, вмещаемой конденсатором. Блин, всего одна ячейка. Такая маленькая. Ты посмотри на это. Ну ладно, хоть так. Возвращайтесь в любое время. Да это грабёж, блин. С этими кристаллами капец. Ну что, подо мной великая плата. И по-моему, оно у нас уже заждалось. Поехали туда. Посмотрим, как всё там изменилось. Сейчас я приземлюсь нормально. Вот так вот. Фух. Наконец-то. Стоять попытки. И вот этого чебрика сейчас мы шлёпнем. Раз, попадание. Куда ты бежишь? Два. Три. И уж. Сейчас. А вот и солнышко вылезло. Всего-то парочку скелетонов ушатал. Так, а где здесь было... Вот оно, отверстие. Вот оно, отверстие. Сейчас мы туда сходим. В мою купальню. Посмотрим, что с ней стало. Открытие. Светилище жизни. Крутяк. Наверняка здесь есть что-то. О! Священная пипа. Чё, маловато тебе, что ли, было? Давай же мне свой дар. Благодарю. Здесь вода. Блин, подожди. А где моя купальня? Я не понял. А куда купальню мою... А, вот сюда можно спуститься. Я аж чуть-чуть перебздел. Так, что-то тут какие-то флажки понавешали. Непонятные. Что это такое? Типа поджечь можно или что? Давай попробуем. Гори, 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 ясно, чтобы не погасло. Ну, просто снизу... О! Ха, точно можно было жить. И что вот это у нас? Ну-ка. Восьмеричный меч, который мне некуда положить. Пускай он, короче, здесь валяется. У меня уже такой один есть. Вау. Вау, вау, вау. Тут подношения какие-то. Так, а кто мою купальню тут зарыл? Я не понял. Бананы какие-то. Ой, походу... Благородный воин собирает отходы. Ты так легко купился. Это тайный склад предметов, найденных в кавернах. Ну, а раз ты его увидел, я не могу оставить тебя в живых. Сегодня день твоей гибели. Это кто такой в моей купальне тут? Ты что, перепутал, что ли, свой склад с моей купальней? Отстань. Спасибо за банан. Но бананы это не объедки, между прочим. Объедки. А это все, получается, из каверн достали. И здесь можно активировать дворецкого. Давай это и сделаем. Спасибо, что прогнали нарушителей. Они похитили меня в кавернах и перевезли сюда. В сложившейся обстановке я не могу вернуться в каверны. Так что далее я буду выполнять свои задания отсюда. Я отвечал за плитки с чертежами в кавернах. Там раньше добывали много зонаров и процветала их переработка. Мне нужно кое-что вам передать. Но, кажется, вы еще не выполнили необходимые действия. Посетите старый центральный рудник в кавернах. Да вы задолбали со своим центральным рудником-то, блин. Капец. Прилетел к себе в купальне, и меня тут расстраивают. Ящерку, что ли, зажарить от горя. Обосраться можно. А кто ж мою ванну вытащил отсюда, а? Короче, я так полагаю, что вот эти вот теплые источники, это в прошлом моя ванна была. Это все, что от меня осталось здесь. Да. А, это прискорбно как-то. Помню, когда я в первой части вот так вот выходил, потом шел вот сюда, на краешек горы вот этой вот вставал, и тут заставка появлялась. И нам показывали Хайрул. Вот это вот все красивое местечко, вот это вот Хайрульское плато, Хайрульский мир, замок Хайрул. Ох, ностальгия. А вон там внизу сидел дедок, который мне помогал. Ну, по крайней мере, это был его призрак. Вот здесь вот он сидел, здесь что-то кашеварил. Причем он здесь был воплоти, а потом только стал призраком. Ох, как это было давно. Я думаю, что пора закругляться на этой прекрасной ноте. Если тебе понравилось, то не забудь поставить лайк под видео и подписаться, чтобы не пропустить следующих роликов. на которых мы с тобой и увидимся. Так что, до встречи.